Сегодня наша съемочная группа объезжает новостройки, расположенные в шаговой доступности от станции метро Фрунзенская. В этом районе Петербурга сейчас строится сразу четыре объекта. Первый из них – жилой комплекс «Империал» от компании «Ладин», известный в городе Долгострой. Строительство началось еще в 2007 году. Огромный комплекс занимает три гектара и состоит из 18 домов. Кроме жилья в «Империале» предусмотрены крытые паркинги, магазины, спа-салоны. Стоимость квадратного метра начинается от 105 тысяч рублей. Это, пожалуй, один из самых известных питерских долгостроев. Его строительство началось около семи лет назад. Первоначальный год в эксплуатацию намечался на 2008 год. Сроки сдачи объекта в процессе строительства неоднократно переносились. Нынешнее разрешение на строительство действует до конца 2014 года. В конце апреля были введены в эксплуатацию два корпуса этого жилого комплекса. Остальные дома намереваются ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Жилой комплекс «Небо Москвы» на пересечении Смоленской и Заозерной улиц тоже долгострой, хотя не такой давний. Компания «Лидер Групп» утверждает, что все три секции сдадут до конца года. Сложно сказать, успеет ли застройщик уложиться в срок. Монолитные работы завершены, но в самой высокой башне верхние шесть этажей частично не заложены кирпичом, а многие балконы все еще не остеклены. Стоимость квартир в «Небо Москвы» ниже, чем в «Империале» и начинается от 84 тысяч рублей. Строить этот дом начали еще в середине 2010 года. Срок сдачи также переносился не один раз. Разрешение на строительство действительно сейчас, до 30 ноября 2014 года. Соответственно, нынешний срок сдачи этого жилого комплекса – третий квартал текущего года. Продажи ведутся по схеме ЖСК. Напротив, на другой стороне Смоленской улицы расположился жилой комплекс «Галлант» от «Ленспецму». Он стартовал в 2012 году и тем не менее обогнал своих соседей. Первый из четырех корпусов был сдан в первом квартале. Остальные три обещают ввести в эксплуатацию до конца года. Жилой комплекс отличается разнообразной квартирографией. В нем есть и небольшие студии, и просторные четырехкомнатные апартаменты, и квартиры с европланировкой. Минимальная цена квадратного метра начинается от 92 тысяч рублей. К строительству этого комплекса приступили осенью 2012 года. Однако разрешение на строительство было получено застройщикам только в 2013 году. Действует оно до августа 2016, но завершить строительство планируется значительно раньше – до конца 2014 года. Один из четырех корпусов уже введен в эксплуатацию. Квартиры продаются по схеме ЖСК. Рядом на Тихо-Заозерной улице недавно началось строительство нового дома. Это жилой комплекс «Тайм» от компании «Северный город». Пока на его месте обустраивают свайное поле, но у застройщиков в запасе немало времени. Объект должен быть завершен до конца 2016 года. Рядом с домом запроектированы два автомобильных паркинга. Причем один из них устроят в памятнике архитектуры конца 19 века – «Газгульдеры», созданном по проекту архитектора МААСа. Даже на стадии котлована цены отнюдь не низкие. Стоимость квадрата начинается от 105 тысяч рублей. Это относительно новый дом. Возводить его начали в ноябре прошлого года. Построить его планируется за три года. Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – четвертый квартал 2016 года. Продажи ведутся в соответствии с 214-м федеральным законом по договорам долевого участия. Несмотря на схожую локацию и класс жилья, жилые комплексы отличаются значительным разбросом цен. Причем мы не обнаружили безусловной корреляции между сроком сдачи объекта и стоимостью квартиры. Видимо, на ценообразование большое влияние оказывают такие факторы, как форма, по которой заключается договор с дольщиком, а также репутация застройщика.